На портал XGET поступают вопросы, и мы пытаемся на них с вами ответить. Здравствуйте. Замечательный вопрос, который отсылает нам к сакральной жизни в церкви. Что же такое сакральная жизнь в церкви? Это жизнь христианина, который, как мы постоянно с вами говорим, является трехсоставным. Он состоит из духа, души и тела. И все его части личности, дух, душа и тело, принимают действенное участие в спасении, то есть в стремлении ко Христу, в обожжении. И один из таких сакральных моментов – это, естественно, таинство венчания. Ну, другие сакральные моменты мы тоже с вами знаем. Самое высшее – это Евхаристия, очень сакральный такой таинственный момент в жизни церкви. Это таинство исповеди, которое мы тоже можем не в полной мере понимать, как же происходит прощение грехов и непоминовение их на страшном суде. Это таинство соборования. Все те таинства, которые заботливая Матерь Церковь предлагает человеку для его духовного совершенствования, душевной пользы и, естественно, телесного благополучия в этой жизни. И одним из таких таинств является таинство венчания. Когда мы с вами пред лицем всей церкви, церкви, повторюсь опять, это не камни и краски, а церковь – это общество верующих, которые здесь находятся, которые пожили уже в этом веке или будут жить в этом веке, мы даем обет верности нашей с вами половине. Точно такое же таинство, но не настолько сакральное, оно, в общем-то, есть и в государстве. Это регистрация брака. Когда мы с вами друг о друге берем юридическую ответственность. Ответственность юридическая, когда мы вдруг что-то нам под ребро залезло со временем, в бороду седина и под ребро еще чего-то, вдруг у нас взбалмошно, и мы решаемся расстаться, то государство нам говорит – постой, подожди, сейчас мы с тобой урегулируем ваш материальный вопрос в семье и распилим вам ваше совместно нажитое благополучие, совместно нажитую радость, совместно все, совместно нажитое, что вас так все время это тешило, мы с вами сейчас здесь пильнем. И тебе половинку, и половинку, в общем-то, твоей половинки останется. В церкви тоже есть такой момент, когда человек участвует сам непосредственно в таинстве венчания, он становится одним целым суженным, выбранным, со своей любимой и дорогой половинкой. И это действительно так оно и есть. Человек имеет нулевую степень родства вместе со своей супругой или супругом. Допустим, с ребенком или со своими родителями он имеет первую степень родства, а с женой имеет нулевую степень родства, потому что они одно целое. Как это таинственно происходит, для нас, в общем-то, даже непонятно. Но когда человек расстается со своей половинкой, то мы с вами сразу превращаемся в половинку, даже в половинку, даже не целое. Мы уже, назовем так, становимся отчасти, и как это, в общем-то, непредскорбно принимать, потому что осознать мы в полной мере этого даже не можем, мы становимся духовными инвалидами. Как бы нам это, скажем так, не было бы грустно и непонятно. Поэтому венчание в храме – это очень важный акт нашего с вами бытия. Кто-то венчается для того, чтобы поближе привязать свою половинку. Поверьте, не получится. Поближе привязать свою половинку можно только или букетно-конфетными способами, или борщово-пирожковыми узами привязать свою половинку поближе. В духовном плане, на самом деле, возможно, венчание дает силу тебе ходатайствовать, помогать за свою половину. Дает силу и возможность главе семье, мужчине, брать ответственность за все, что делает твоя семья. Мы с вами помним этот случай из книги «Бытия», когда Адам не взял на себя ответственность за поступок своей жены, а стал в этом упрекать Бога и сказал, что, говорит, я здесь ни при чем, это ты мне дал жену, которая, в общем-то, дала мне кушать этот плод. Он не взял ответственность, и очень страшное свершилось после этого события. Грех входит в этот мир. Точно так же после венчания дается особая сила и благодать уже женщине, которая творится именно как помощница для своего мужа, не как полноволазная хозяйка, морская такая, в общем-то, что хочу, то и врачу, где хочу, там сама полки и вешаю, и когда это хочу, делаю, но именно как помощница, которая устроена в этом мире для того, чтобы унаследовать Царствие Небесное. Конечно, здесь тоже мы должны быть очень внимательны. Принцип «зачем смиряться сам, если можно смирить ближнего?» тоже, в общем-то, не подходит. Конечно, именно через смирение мы входим в Царствие Небесное, но это не значит, что эта помощница должна смирить главу своей семьи так, что он, в общем-то, войдет в Царствие Небесное, но совместно с ним достичь Царствия Небесного. Таинство венчания – это то событие в жизни человека, когда пред лицем всей церкви он дает обет Богу и, можно так сказать, заключает личный завет с Богом любить, охранять, защищать, брать ответственность, помогать. Ну, естественно, здесь мы должны разделять какие-то моменты по отношению к другому человеку. То есть он как бы говорит Богу, «Господи, где окажется моя половинка, там окажусь и я». И это очень важный аспект нашего своем бытия. Мы помним, что когда Моисей спустился с горы Синай, то увидел, что народ его впал, выдало поклонство. И Бог прогневался на этот народ и сказал, вычеркну его из книги жизни. А Моисей, который был праведником, который уже, можно так сказать, здесь на земле одной ногой стоял в Царстве Небесном, он говорит Господу, тогда и меня вычеркни из этой книги жизни. И ради Моисея Господь милует целый народ. Ради того, что муж так может закричать пред Богом, о своей жене сказать, где она окажется, там и я, Господи, должен, в общем-то, оказаться с ней. Господь, видя любовь праведника, мужа, помилует и жену. И видя кротость жены, ее смирение, долготерпение и любовь, точно так же Господь скажет, что и муж твой прощается верой твоей, как говорит об этом апостол Павел. Таинство венчания – очень важный аспект нашего с вами бытия в этом мире. Человек, который берет ответственность за другого человека, за свою половинку, он уподобляется Адаму Райскому, тому, который и поставлен был, чтобы взять ответственность за весь окружающий мир и, в первую очередь, естественно, за свою жену. Чего вам, в общем-то, я и желаю, дорогие мужья, быть ответственными за поступки своих жен. А вам, жены, желаю, чтобы вы были помощницы своим мужьям и вешенье полок, и вообще вшествовании по этой жизни в Царствие Небесное. Давайте друг друга любить, не раздражать, помогать и ни в коем случае не укорять друг друга. На протяжении многих лет вы читаете Священное Писание, вы его хорошо знаете. Может быть, вы только один раз прочитали Священное Писание и уже считаете, что вы его хорошо знаете. Портал XGET приглашает вас проверить эти знания в своей викторине по Новому Завету, которая подготовила именно для вас вопросы, чтобы вы оценили свое знание Священного Писания. Две с половиной тысячи вопросов по Новому Завету. Те вопросы, которые построены именно на текстах Нового Завета, которые откроют вам глубину Нового Завета и глубину ваших знаний. Заходите, спрашивайте себя, отвечайте, получайте результат, и вы увидите, что вы хорошо знаете Новый Завет. А после прохождения викторины еще лучше будете в нем ориентироваться, разбираться и познавать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok